Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. Сегодня в Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 10-14. Температура ночью 0-5, днем 4-9 со знаком «плюс». В горах местами минус 1 плюс 4, ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске сегодня без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14, температура ночью 0-2, днем 4-6 выше нуля. Сегодня Международный день волонтера. Волонтерское движение с каждым днем набирает обороты. И сегодня гость нашей утренней программы – волонтер фонда «Территория милосердия» Руслан Байрамуков. В эти минуты в нашей студии он расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о работе фонда и своих благотворительных акциях. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и пришел сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что сегодня, 4 декабря, Международный день волонтеров. С чем я тебя поздравляю. Спасибо. Волонтерское движение как во всем мире, как в России, так и в Карачаево-Черкесии набирает обороты. Ты в этом движении уже не один год. Я знаю, что ты работаешь в фонде «Территория милосердия». И мне бы хотелось, чтобы ты рассказал о работе этого фонда. Благотворительный фонд, он создан в 2015 году. Руководитель его Кубанов Росул Микерыч, он сейчас депутат Народного собрания. А вице-президент – это Кийков Артур Баширович. Вот нашему фонду сейчас 6 лет. У нас подопечных 1700 человек по Карачаево-Черкесии. Акции проводим, мероприятия проводим. Но сколько лично ты провел акций? Я знаю, что ты тоже уже свои акции проводишь. Вот три года я занимаюсь волонтерской деятельностью. Провел пять благотворительных концертов. Вот в этом году из-за коронавируса только две акции провел. Вот 1 декабря, вот недавно я провел акцию к Международному дню инвалида. К глухим детям ходил. Дети такие были рады. Ну вот волонтерство помогает тебе со многими людьми, наверное, знакомиться. Ну я хожу ко всем. Мне очень радует, что правительство республики сейчас уже стали поддерживать волонтеров. Сейчас уже идут волонтеры. Сейчас появляются и комсомольцы, и пионеры. Это все радует сейчас. А вот что это за банка добра, которую ты нам принес? Банка добрых дел. Это мы собираем пожертвования в пользу фонда, в пользу детей, инвалидов. Вот собираем там. Ну вот, Руслан, скажи, пожалуйста, ты человек из творческой семьи и сам творческий человек. Почему ты пошел в волонтеры? Что это тебе дает по жизни? Я решил заняться вот таким благородным, добрым делом, как волонтерство. Помогать детям, помогать людям, делать добрые дела. У меня такая цель. Ну что в планах у вашего фонда сейчас? Сейчас, после новогодних праздников, хотим сделать полку добра по магазинам, потому что много бедных людей сейчас из-за коронавируса. Сами понимаете, хотим им продуктовый набор. Мы сейчас во время первой волны привозили всем в каждый район республики. Ну, полку добра мы хотим сделать. Может быть, в каком-нибудь районе республики, может быть, концерт сделаем, пока не знаю, в каком районе. Ну что ж, Руслан, я благодарю тебя за твою работу и в твоем лице всех волонтеров. Успехов тебе в твоем благородном труде. Спасибо. Большое вам спасибо за то, что пригласили меня на передачу. Спасибо. До встречи в эфире. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Выставка «Белка» на раз, два, три. Много шуб – это раз, скидка 30%, это два, рассрочка и это три. С 4 по 6 декабря в Центре развития предпринимательства. Биберленд. Миру сыр. С 5 декабря в Центре развития предпринимательства.